В махинациях на сумму 20 миллионов долларов подозревают экс-адвоката президента Дональда Трампа Майкла Коэна. Все это кредиты, которые, по мнению следователей, юрист взял незаконно. Коэн якобы солгал о размерах своего имущества, существенно его преувеличив, таким образом убедил банки выдать деньги. По данным источников издания New York Times, обвинения юристу могут выдвинуть уже до конца августа. В центре расследования также выплаты по сделкам о неразглашении, которые Коэн заключал с женщинами, якобы имевшими связь с главой Белого дома. Следователи не исключают, при проведении этих операций Коэн мог нарушить закон о финансировании избирательных компаний. Проблема у Коэна также с многолетним семейным бизнесом, сетью такси в Нью-Йорке, его подозревают в уклонении от уплаты налогов. Многие из тайн юриста стали явными после проведения обыска в его квартире в рамках расследования о российском вмешательстве. В спецпрокурора Роберта Мюллера интересовали документы о выплатах звездей фильмов для взрослых «Сторми Дэниелс», которые организовал Коэн в обмен на молчание актрисы о связи с президентом. Впрочем, сотрудники ФБР обнаружили еще больше доказательств возможных нарушений. И теперь уже защищаться приходится самому Коэну. Некогда близкий и один из самых влиятельных советников Дональда Трампа неоднократно намекал о готовности сотрудничать с Робертом Мюллером. А адвокат Майкла Коэна Лэйни Дэвис в интервью изданию «Политика» сообщил, что регулярно консультируется с Джоном Дином, экс-советником Белого дома, который был ключевым свидетелем в деле о Уотергейте, завершившемся отставкой президента Никсона. Я обратился к моему давнему другу Джону Дину из-за его опыта по Уотергейтскому расследованию. И я заметил определенные параллели в отношении Майкла Коэна. Я хотел узнать его экспертное мнение. Я однозначно не хочу подогревать ожидания, что Майкл Коэн вовлечен и обладает информацией на том уровне, который был во времена президента Никсона у Джона Дина, когда он был свидетелем преступлений главы Белого дома. Но кое-что общее есть. И я хотел узнать, через что прошел Джон. В том, что Коэн в случае предъявления обвинений признает вину и будет сотрудничать со следствием, не сомневаются и вашингтонские обозреватели. Информация, которой владеет один из главных инсайдеров Белого дома, на вес золота для спецпрокурора Роберта Мюллера. Тем более, что и сам Коэн уже сделал ряд скандальных заявлений. В частности, сообщил о том, что по его информации Дональд Трамп знал о встрече членов своей команды с россиянами в Трамп Тауэр во время избирательной кампании. Тем самым опровергнул слова самого главы Белого дома, который ранее утверждал, что новость о встрече стала для него полной неожиданностью.